Экстримы приключения, горные восхождения, лесные походы и вылазки, как ночевать зимой в сугробах, нырять в ледяные водоемы, военное дело и страйкбол, курсы выживания, экспедиции и путешествия. Все о мужских увлечениях на канале Саймон. Подписывайтесь. Приветствую всех зрителей. Что, тренируйтесь, но масса никак не растет у вас? Всем говорят, что вы не делаете базу, неправильно питаетесь. Но, возможно, у вас проблема стоит совсем иначе. У вас есть какие-то паразиты в организме. Гельминтин, листы. В общем, называть можно как угодно. Суть одна. Оба тварей, живущей внутри нас и сосущей все соки, что они дают нам вообще как-то развиваться, тренироваться и набирать мышечную массу. Понятное дело, что с этим нужно как-то бороться и как-то защищаться. В этом видео я как раз расскажу обо всем. Ну что ж, начнем. Первое, что нужно знать, что заразиться может абсолютно любой человек. И заражены очень многие на самом деле сейчас. Несмотря на то, что у нас сейчас прогресс, в общем, там мы вроде как в газине копаемся, все там в чистеньких домах живем, у каждого есть свой туалет, средства гигиены, пошел руки помыл. Но все равно, погладить можно очень легко. В этом видео я расскажу о самых распространенных у нас странах СНГ. Вообще их очень много, там до 300 видов разных паразитов. Я буду рассказать именно о тех, которые распорезитируют у нас в пищеварительной системе. Первое, что нужно знать, это симптомы, которые вызывают паразиты. Если он не у вас есть, то нужно обратиться как раз к врачу, терапевту или к гастрометрологу, в общем, кто у вас там есть, найти, если есть этих паразитов, и лечить. Не занимайтесь самолечением. В интернете много там родных способов лечения паразитов. Но зачем это делать, если есть нормальные прекрасные препараты, которые более эффективно с этим справятся. И нужно все-таки знать, что у вас, чтобы направленно лечить. В общем, симптомы у всех примерно одинаковые. Это как раз потеря, может быть, веса. То есть, вы тренируетесь, вроде ешьте, едите нормально, питаетесь правильно, усиленно, но масса не растет. Может даже наоборот. Снижение веса происходить. Общая слабость, быстрая вытомляемость. Возможная интоксикация, то есть, как раз жизнедеятельность своей, все эти паразиты могут выделять различные продукты своей жизнедеятельности, которые вызывают интоксикацию организма и могут вызывать аллергические реакции. То есть, может быть, сыпь на коже, улучшение температуры тела, опять же, ломка мышц, кости ломит, голова болит. Следующее, что еще может быть, так расправлено с пищеварением, то есть, это запоры, вздутие, там, понос. В общем, три щеки там селите, вы их неправильно. Боли какие-то в желудке, да, там, ну, в животе, в общем. Ну, и какой-то дискомфорт, там, жопа чешется банально. Ну, вот такой вот. Если подобный симптом у вас есть, то следует обратиться к правду врачу и искать причину. Может это быть от паразита, может не от паразита. И, как бы, эти симптомы много под какие болезни подходят. Вот паразиты одни из них. Какие паразиты распространены у нас? Ну, начнем с просевшек, которые обретают у нас кишечники. Это лямблии, аскориды, острицы. Очень распространены, вообще, паразиты, там, до одного миллиарда человек заражены на планете. Ну, больше, конечно, в азиатских, там, странах папки, чем у нас. Ну, и у нас много случаев заражения, может быть. Наверняка, многие из вас смотрят видео, там, хотя бы, там, 10 человек из тысячи будут какие-то паразитами заражены. Как вообще происходит заражение? То есть, чего нужно избегать? Во-первых, это ненутые продукты питания, там, овощи, фрукты. С прилавкой или с грядки вы сорвали, не помыли, термически не обработали. Вообще термически не обработанная пища сырая, сырая вода, то есть, некипяченая. Это можно заразиться от контакта с животными, там, вашими домашними питомцами, от почвы, да, то есть, там, бездомные собаки заражены бегают, там, серу, яйца в почву попадают. Также попадают из стока, в общем, водохранилища, ну, из канализации. То есть, вот такой наш образ жизни городской способствует как раз сильному, сильной миграции как раз яиц этих листов различных паразитов. Чтобы защититься от этих простейших, нужно вам соблюдать личную гигиену, мыть, постоянно руки передвигать, мыть, термически обрабатывать всю пищу, там, приборы, тарелки, вилки, ложки. И после контакта с животными тоже руки мыть. Желательно, там, не ходить, там, не ползать по земле, да, то есть, если вы, там, с землей на земле поработали, да, там, в огороде, тоже нужно руки мыть. То есть, вы себе такую установку в голове сделаете, что, вот, блин, мою руки постоянно. То есть, мышку на компе потрогал, не кушаю, мою руки, только потом кушаю. Вот так, вот так, вы хоть будете как-то защищены. Следующее, от чего можно заразиться, очень такими серьезными видами паразитов, это, как раз, плохо термически обработанное мясо. Чем можно там схлопотать? Ну, во-первых, это, например, бычья, свиной цепень, другие подобные, такие длинные черви, которые достигают, там, до 5-7 метров длины, то есть, эти огромные, да, которые, там, пугают всех в интернете. Кликбейт рекламкой, в общем, как раз можно заразиться от плохо термически обработанного мяса свинины, говядины, там, с курицей, там, нету ничего, нормально, можно жрать. То есть, шашлычок, там, не прожарили вы, там, мясо плохо приготовили, ешьте сало, да, копченое, там, с прожилками, как раз, мясо, вот, все, можно спокойно от этого заразиться. Что еще, например, апистаркоз, вообще тоже распространенное явление, спаразитируется в печени, может вызвать, там, рост печени, если долго будет вас спаразить жить. То есть, сильно ослабляет иммунитет, все эти паразиты иммунитет сильно тоже ослабляют. Как раз можно заразиться от рыбы, то есть, плохо термически обработанная рыба, речная, то есть, морской нету, в речной вся. Особенно в сибирских реках, в которых вся рыба, в речной их вообще жаденца, я ее тут не ем, никакую рыбу, нафиг. Если вы там любители соленую, копченую рыбку поесть, то можете ей тоже заразиться. Яйца живут очень долго, то есть, выживают, засолил ее, там, засушил, а там яйца остались, мог выпушено и заразиться. Неважно, сколько там она пролежала. Ну, конечно, если 5 лет пролежит, то, может, там они и сдохнут. Вот, поэтому нужно серьезно к этому относиться. И следующее, особенно неприятное для спортсмена и вообще, одно из самых тяжелых заболеваний, вызвано паразитами. Паразитами это как раз трихинеллез, трихинеллы, паразиты, которые могут попадать в мышцы, то есть, в мышцах паразитировать. Дальше, там, пароникать в нервную систему, поражать общую нервную систему, что может вызывать и, собственно, летальный исход. И от чего заражаются, как раз, трихинеллезом? Это плохо химически обработанное мясо свинины, может быть, то есть, и вообще хищные дичи. Так что, если он предложит какой-нибудь, там, геликотез типа медвежьего мяса, то категорически отказывайтесь, там, мясо медведя надо 5 часов варить, чтобы все это там вывезти. Они там 100% заджены. Мясо собачки, например, то есть, вам там какой-нибудь чебурек на узале подложит мясо собаке, еще плохо хермически обработанное, или какой-нибудь, там, шаурму. Поэтому, покупать, там, мясо непонятно где вообще нельзя. Все, забудьте про шаурму, про дёнеры. Лучше вообще питаться дома. Дома вы хоть знаете, что там, как изготовлено, как обработано. Если вы поэтому загоняетесь, вам важен прогресс и ваше здоровье. Лучше отказаться от такой пищи. Ну и так, давайте подытожим, что вам нужно знать. Что заразиться может каждый, очень легко. Нужно всем соблюдать личную гигиену. Также все мыть, там, термически обрабатывать вашу пищу. Желательно вообще отказаться от каких-то вот таких мясных там деликатесов, типа дичи. То есть, не есть вообще мясо хищное животное. Солености, копчености, сушености тоже отсекаются. Мясо речной рыбы желательно тоже. У меня родственники болели, тяжелые заболевания. Это стархоз. Ну и нафиг. И поэтому здоровье дороже. Поэтому, не знаю, жрите курицу. Курицы ничего нету. Можно курицу жрать. Курицу не дышать, ну и все. И не париться по поводу заражения какими-то паразитами. Конечно, я не обо всех рассказал, их очень много. Все о них охватишь. И далеко не все можно как-то диагностировать. Как вообще диагностика идет? Вы приходите к врачу и сдаете кал на яйцеглист. То есть, кал сдается несколько раз. Надо сдавать. Потому что могут они яйца откладывать паразиты не каждый день. Раз в месяц. Поэтому надо сдать хотя бы раза 3-4 в течение всего месяца. Также сдается кровь из вены. Там как раз следы отслеживаются. Действенности паразитов. Интоксикация, да, возможно, организма. И, например, еще есть способ это зондировать. То есть, глотать такую, типа, трубку-зонд. И там по желчь вытекает. Тоже смотрят по желчь. Есть ли следы клямли или нет. Вот так и бывает. Тренируешься, вроде жрешь. А все, не тебе какая-нибудь тварь живет. И жрет все, что ты жрешь. Высасывает из тебя все соки. И поэтому прогресс не идет. Вообще обидно, да. Столько сил ты прикладываешь. А все, как-то так, в минус. В общем, никуда уходит. Поэтому желательно как раз раз в год проходить какую-то диагностику. Ну, или какую-нибудь профилактику. Там, какую-нибудь перантел пробивать. Там, от простейших. Банально. Ну, в общем, все. Если видео для вас оказалось полезным, интересным, информативным. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Садавайте вопросы. По вопросам я буду делать отдельные выпуски. Или отвечайте на них в комментариях. Или же в видео, там, в конце видео. Если выберу какие-то интересные. Всем удачи. И до скорого.